Самарская область приняла участие во всероссийской акции «День пенсионной грамотности». Старт кампании был дан в Самарском государственном экономическом университете, где сотрудники фонда рассказали о правилах формирования пенсии в России. Пенсионный фонд регулярно проводит по всей стране уроки по повышению грамотности для молодежи. О том, как устроена система и формируется будущая пенсия, большинство студентов слышат впервые. Что пенсию можно узнать о пенсии, связаться непосредственно с работниками пенсионного фонда через какие-то социальные сети. Для нас это сейчас очень актуально, поскольку 21 век технологий, и сейчас это очень удобно. Некоторые студенты подрабатывают в летнее или вечернее время, поэтому уже знакомы с формулой пенсионных начислений. По 17-летней Дарьи летом работала вожатой в детском лагере. Официально по договору. Она знает, почему это важно. Зарплата в конвертах, ну, это уже должно отходить на второй план, должна быть белая зарплата. Ну, я так считаю, потому что все-таки пенсионные реформы сейчас диктуют свои новые тренды и стандарты, что начисляются баллы, что их нужно рассчитывать, высчитывать, и от нашей зарплаты белой как раз-таки и зависит наше пенсионное числение. Каждый год в Самарской области проходят более 400 уроков пенсионной грамотности для 10 тысяч школьников-студентов. Несмотря на юный возраст слушателей, пенсионная тема всегда вызывает живой интерес. Сегодняшние мероприятия – это хорошие практические советы, рекомендации, которые они сегодня получат, которые они бесспорно учтут и, соответственно, используют в своих личных интересах, ну, и в интересах, естественно, государства. Сегодня ПФР – крупнейшая федеральная система оказания социальных услуг в России, которые сопровождают человека от самого рождения. Например, получение с НИЛСа, материнского капитала, социальных выплат – всего 25 государственных услуг. Получить доступ к ним можно, не выходя из дома. Большинство государственных услуг, которые оказывает пенсионный фонд, можно получить в режиме онлайн. Это сайт пенсионного фонда, на который можно войти под логином и паролем. Пенсионный фонд на сегодня уже запустил мобильное приложение, которое можно открыть на смартфоне и получать информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в режиме онлайн. Для тех, кто привык доверять информации на бумажных носителях, каждый год пенсионный фонд выпускает учебник. Все о будущей пенсии для учебы и жизни. С актуальными изменениями в законодательстве. Елена Нижегородцева, Дмитрий Мешканцов. События.